Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел Фатару, и в этом видео мы протестируем фото возможности трех крутейших топовых смартфонов 21 года. Первый это Huawei Mate 40 Pro, второй это у нас Samsung Galaxy S21 Ultra, и третий это iPhone 12 Pro Max. Погнали! Итак, мы будем снимать со штатива, у нас будут одинаковые сцены и одинаковые условия для всех трех смартфонов, для того, чтобы результат был максимально честным. Мы долго думали, как нам установить сразу три смартфона на одно крепление, и в качестве выхода мы нашли вот такое прикольное крепление, но для микрофонов, для трех микрофонов от компании Manfrotto. И штатив у нас сегодня тоже Manfrotto, карбоновый модель BeFree. Ну и для более удобной регулировки и установки смартфонов на крепление, мы будем использовать крепление Джобби. Ну что, перед тем, как мы начнем тестирование, давайте я расскажу подробнее о характеристиках и фото возможностях каждой из моделей. И, кстати, посмотрите на нашем сайте, почитайте обзоры каждого из этих девайсов. Итак, начнем с Huawei Mate 40 Pro, он имеет диагональ 6,76 дюйма, разрешение экрана 2772 на 1344 точки, экран сделан по технологии OLED. К разрешению блока основных камер это 50 мегапикселей, 20 мегапикселей, 12 и датчик ТОВ. Видео снимает этот смартфон в формате 4К 60 кадров в секунду и имеет еще две фронтальные камеры по 13 мегапикселей и также датчик ТОВ. Следующая модель это iPhone 12 Pro Max, он у нас имеет разрешение 1284 на 2778 точек, диагональ 6,7 дюйма, имеет три модуля камеры, каждый из которых по 12 мегапикселей и отдельный модуль замера 3D глубины сцены. Фронтальная камера здесь одна и также 12 мегапикселей. Что касается видео формата, то нам также здесь доступно 4К 60 кадров в секунду. И третья модель это Samsung Galaxy S21 Ultra. Его дисплей самый большой 6,8 дюйма, выполнен по технологии AMOLED 2X и имеет разрешение 3200 на 1440 точек. Основная камера здесь 108 мегапикселей, вторая основная камера 12 мегапикселей, третья 10 мегапикселей, четвертая камера еще 10 мегапикселей, фронтальная камера 40 мегапикселей и здесь нам доступна запись видео в формате 8К 24 кадра в секунду. Также здесь присутствует лазерный автофокус и оптическая стабилизация. Судя по характеристикам, у нас выигрывает Samsung, но давайте посмотрим, как дело обстоит в реальной жизни. Начнем с самого простого. Сейчас у нас на каждом телефоне установлен максимально широкий угол обзора, максимально широкая линза. При визуальной оценке картинки, которую мы видим, то есть это передача цвета, это контраст, это такая вот, ну, как бы визуальная резкость и естественность картинки, на мой взгляд, первый это у нас iPhone, второй Samsung и третий Huawei. Визуальная оценка, о которой я только что говорил, касается не качества фотографии, а качества просто отображения изображения в реальном времени. Давайте теперь сделаем картинки и сравним их. Ну что, при, опять же, такой визуальной оценке, во-первых, мы сейчас, смотрите, мы снимаем на ярком солнечном свете. В принципе, все экраны чудесно считываются, все видно хорошо на каждом. Визуально, что хочу отметить. У iPhone картинка получилась такая, ну, как бы она приятно выглядит, но она теплее, чем есть на самом деле. У Samsung картинка гораздо ближе к тому, как мы видим глазами, но она, ну, может быть, немножко холоднее. У Huawei тоже чуть-чуть картинка холоднее, чем есть в жизни, но такой тоже приятный контраст. Небо проработано, конечно, лучше у Samsung и у Apple. У Huawei мы видим, ну, небо такое весьма прям блеклое. Но, с другой стороны, оно больше похоже на то, что мы видим в жизни. То есть, если мы говорим о правильности, да, передачи тона, то Huawei здесь победил с небом, со всем остальным, мне кажется, не очень хорошо справился. Ну, и оптимальная, наверное, картинка, максимально приближенная к реальным условиям, это Samsung. Да, скорее всего, так. Что касается детализации, сейчас я увеличил картинки, снятые на самый широкий угол. Ну, не совсем, может быть, это будет честный момент, потому что у каких-то смартфонов угол шире, чем у других, да. Но, в целом, детализация, мне кажется, что у Samsung и у Apple картинка смотрится такой перешарпленной, да. То есть, видно вмешательство обработки. У Huawei картинка чище. Что хочется отметить? По теням, опять же, ну, как бы есть разница экспозиции, да. Нам, на мой взгляд, Huawei картинку сделает чуть более светлую. Но детализация в тенях, на самом деле, у Huawei выглядит очень-очень даже неплохо. Откровенно говоря, у Huawei, ну, чище действительно получился снимок при вот рассмотре его при сильном увеличении. На мой взгляд, детализация лучше у Huawei в данных условиях, в которых мы работали сейчас. А вот второе-третье место, ну, к сожалению, разделить не могу. Примерно находится на одном и том же уровне. Ну, и есть такой, ну, просто момент предвзятости, да. У нас iPhone чуть теплее показывает, Samsung чуть холоднее. То есть, это сложно сравнить. Я бы никому не отдал второе или третье место, вот, по-моему, пополам. Сейчас мы посмотрим наш основной модуль. Здесь у нас 50 мегапикселей, здесь 12, здесь 108 мегапикселей. Но картинки эти и здесь, и здесь объединяются, пиксели объединяются. И таким образом разрешение будет практически одинаковое. Но давайте посмотрим, как это все в жизни смотрится. Поехали. Что стоит отметить? У Samsung стандартная камера пошире в углах обзора. На втором месте iPhone. И у Huawei ширина угла самая минимальная, оказалось. Опять же, визуально, если мы сравниваем. Ну, в принципе, все то же самое, как на предыдущей сцене. Единственное, сейчас уже Samsung показал чуть более теплую картинку. Ближе к жизни она. Действительно, кажется, более натуральной. Huawei более холодная картинка. И, на мой взгляд, контрастнее, чем есть на самом деле. У iPhone все теплее, по контрасту все в порядке. Но мне кажется, что не совсем реально выглядит фотография. Появляется какой-то такой легкий эффект HDR. Хотя здесь это выключено сейчас. Теперь давайте сравним детализацию. Итак, при увеличении картинки, следующие результаты. Визуально исключительно, вот глазом смотрю, сравнивает все не на компьютере, а в условиях яркого солнца. iPhone и Samsung примерно на одном уровне, но у Samsung лучше прорабатывается мелкая фактура, то есть кирпичики видны лучше. У Huawei, в принципе, история похожа на iPhone. Просто по картинке смущает немножко цветопередача. Она здесь какая-то получилась чуть более холодная в тенях и с розовым, с таким, с фиолетовым оттенком. По резкости, да, вот сейчас очевидно, заметно, что у Samsung резкость выше. Мелких деталей, вот, ну, действительно, они считываются отчетливее, нежели у Apple. Ну что, у Samsung 108 мегапикселей, iPhone 12, Huawei 50 мегапикселей. Как вы видите по итоговой картинке, разница, ну, не такая колоссальная. Ну, в любом случае, первое место это Samsung, второе место это Huawei, третье место это iPhone. Сейчас мы тестируем модули с оптическим увеличением. Для iPhone это 2,5, для Samsung это трехкратный оптический зум, и для Huawei это гибридный. Сейчас мы будем использовать трехкратный зум, потому что здесь следующая ступенька после стандартного угла идет пятикратный оптический зум, но он будет слишком сильно отличаться по картинке, поэтому, ну, к сожалению, про Huawei за качество мы сейчас отвечать не можем, это будет, ну, не совсем, наверное, честно. Но примерно, да, мы сейчас сравним, как себя эти смартфоны ведут. Важно отметить, что все три флагмана обладают стабилизацией при использовании оптического зума. Ну что, сейчас оценим картинки, которые у нас вышли. Ну, визуально отличие таково, что у iPhone это самый широкий получился угол, ну, из всех, до всего увеличения, потому что это два с половиной крата, но, опять же, от стандартного объектива, так скажем. Здесь у нас чуть крупнее, и, ну, в принципе, здесь практически то же самое все. Что касается цвета, мне больше нравится, как выглядят цвета на iPhone. Да, они теплее, чем есть в жизни, но смотреть на такую картинку приятнее. Плюс контраст в тенях не такой сильный, и детали считываются лучше. На втором месте, мне кажется, по качеству картинки Samsung. Тоже у него здесь с тенями все в порядке, просто такой достаточно сильный синий оттенок говорит о том, что, ну, неправильно автоматика подбирает баланс белого. И что касается Huawei, тот же самый такой синий-фиолетовый оттенок в тенях. С учетом того, что это гибридный зум, картинка вполне себе неплохая. Ну что, наш следующий тест – это пятикратное оптическое увеличение для Huawei. Здесь на iPhone у нас уже цифровое увеличение, и у Samsung это гибридное увеличение. Давайте посмотрим, какая выйдет картинка. На мой взгляд, результат такой весьма неожиданно получился. Несмотря на то, что мы использовали Huawei пятикратный оптический зум, качество картинки, ну, на мой взгляд, проигрывает Samsung с гибридным зумом, и, ну, проигрывает даже iPhone с цифровым зумом. Картинка не такая детализированная, и проигрывает еще и цвет. То есть, все равно, несмотря даже на то, что у нас сюда не попадает прямого солнечного света, камера отрабатывает, ну, вернее, мозг телефона отрабатывает баланс белого неверно. Ну, и финальный тест. Для Samsung это десятикратное оптическое увеличение, для iPhone это десятикратное цифровое увеличение, и 8,3 крата у нас сейчас получается увеличение гибридное для Huawei, но мы постарались приблизить, ну, картинки сделать, ну, максимально похожими друг на друга по ширине, для того, чтобы, опять же, можно было сравнить качество. Даже не увеличивая картинку, видно, что у Samsung детализация выше, чем у Huawei и у Apple. Но, опять же, это десятикратный цифровой зум, да, это никак не может даже конкурировать с оптическим увеличением. То есть, первое место однозначно это Samsung, второе место Huawei, тоже детальки есть, все, в принципе, в порядке, и у Apple третье место. Пятидесятикратный цифровой зум выглядит, на самом деле, по-разному. Здесь у нас картинка получается крупнее, то есть масштаб больше, здесь масштаб меньше, но это связано с матрицами, которые установлены внутри. Здесь лидерство однозначно за Samsung, детализация гораздо выше, но, несмотря на крупность, давайте мы сейчас сделаем такой более честный тест. Я постараюсь сейчас подогнать крупность под ту же, которую нам дает Huawei. Посмотрим на качество картинки. Итак, похожая крупность у нас получается на 75-ти крат для Samsung, и все равно разница прям велика. У Samsung детализация гораздо выше. iPhone мы сейчас даже не использовали, потому что его максимальное увеличение цифровое – это 12 крат. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же такое стократное увеличение. Конечно, возможность стократного увеличения, она прям впечатляет. Картинка по качеству получается, вряд ли ее где-то можно использовать. Даже несмотря на то, что мы используем штатив, работать со стократным зумом достаточно сложно, потому что внутренняя стабилизация в смартфоне не позволяет вам даже нормально настроить этот зум. То есть, с рук снять, ну, я думаю, что Unreal. Ну, кстати, давайте попробуем. Итак, стократный зум, но съемка с рук. Достаточно непросто работать со стократным зумом при съемке с рук. Это возможно, но если вдруг вы захотите снять какой-то объект, который находится в движении, скорее всего, у вас это не получится. Сейчас интересно посмотреть, какое размытие фона дает каждый из девайсов при использовании максимального оптического увеличения. Я буду снимать примерно один и тот же объект, буду стараться использовать тот же фон и интересно увидеть, насколько близко мы можем работать с одним и с другим и с третьим девайсом. Сейчас я снимал на Huawei Mate 40 Pro 10-кратный оптический зум, расстояние приблизительно, ну, где-то, наверное, около метра, может быть, чуть ближе. Да, ближе уже не получается фокусироваться, то есть, да, ближайшая дистанция фокусировки – это метр, но при 10-кратном оптическом зуме этого вполне себе хватает даже для какой-то, ну, условно-макрофотографии. В боке выглядит достаточно натурально, даже есть, вот видите, такие круглые блики. Вмешательство какого-то искусственного интеллекта или программных средств я здесь не заметил. Следующим мы будем тестировать iPhone 12 Pro Max. Два с половиной крата у нас увеличение и посмотрим, насколько близко я могу быть к объекту. Здесь уже гораздо ближе я могу находиться. Примерно я получаю ту же самую крупность, но за счет того, что я нахожусь к объекту съемки ближе, размытие происходит интенсивнее и, ну, оно также выглядит вполне себе естественно. Сейчас мы поснимаем на Samsung S21 Ultra 5G, будем использовать 10-кратный оптический зум. Фон размывается также хорошо, единственное, что на экране может показаться слегка, ну, такое синтетическое размытие. Сложно сказать, из-за чего это происходит, но размытие по-прежнему присутствует. Не такое сильное, как это было на других моделях, но вполне себе выглядит симпатично. Что касается размытия вообще и возможности крупной съемки, получается, что максимально крупный объект вы можете снять на iPhone 12 Pro Max и на Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Что касается Huawei, он проигрывает немного и, на мой взгляд, самое живое размытие у нас получается на iPhone 12 Pro Max. А вот резкость мне больше понравилась у Samsung Galaxy S21 Ultra. Размытие кажется более искусственным, но вполне себе тоже можно его использовать. А теперь давайте посмотрим, как показывает себя портретный режим, что интересно здесь проверить. Как будет происходить размытие программное вокруг главного героя. Один очень важный момент, касающийся портретных режимов. Если на Samsung и на iPhone, в принципе, вы включаете портретный режим и у вас все работает, то есть размытие фона происходит в реальном времени, вы его видите, то для того, чтобы получить этот эффект при съемке на Huawei, вам нужно выбрать не режим портрет, а режим диафрагма. У вас появится ползунок, в котором вы можете регулировать уровень размытия фона. Итак, что у нас получилось в итоге? Диафрагма F0.95, ну, как бы эффект, да? Здесь у нас диафрагма 1.4, тоже эффект. И здесь у нас размытие фона максимальное. Что хочется сказать о такой портретной съемке, какие есть замечания. Мне кажется, что у iPhone картинка получилась весьма перенасыщенный цвет кожи. У Huawei, наоборот, недостаточно насыщенный цвет кожи, какие-то тона неживые, мне так кажется. А у Samsung все получилось гораздо лучше. Теперь давайте сравним размытие. Что касается Huawei, здесь у нас, ну, на волосах есть проблемы некие. То есть, размытие, в принципе, хорошо, но не идеально. Что у нас происходит с iPhone? Ну, волосы размыты сильнее. Даже уши, в принципе, вот он немножко размывает. Выглядит вполне себе натурально. Ну, и у Huawei тоже, в принципе, выглядит натурально. Давайте посмотрим на Samsung. У Samsung края, мне кажется, чуть более резкие. Их сильнее видно. Особенно это хорошо видно, вот вы сейчас видите справа, на футболке и на некоторых прядях волос. Но, на мой взгляд, все три камеры справились хорошо. Ну, как бы, вопрос у меня, наверное, только сейчас к iPhone. Потому что цвет, ну, получился слишком перенасыщенный. И всякие вот красные пятнышки и так далее видны сильнее. Они, ну, могут не устроить человека, которого вы так будете снимать. Сейчас мы проверим, как работают фронтальные камеры в режиме селфи. И сразу хочу отметить, что в Huawei Mate 40 Pro есть ограничения. То есть режим диафрагмы, который позволяет размывать фон за портретируемым, он во фронтальной камере не работает. В iPhone у нас сейчас установлена диафрагма 1.4, ну, эффект. И в Samsung у нас сейчас установлено максимальное размытие за объектом. Если не брать во внимание размытие фона, то, в принципе, цвет на всех снимках достаточно натуральный. Единственное, мне кажется, что у Huawei чуть-чуть перенасыщенный получился синий цвет. Пола у меня прям совсем другого цвета. Что касается резкости и вопросов нет. Цвет и передача у Huawei мне также нравится. У iPhone я получился, на мой взгляд, чуть краснее. Возможно, в жизни так и есть, но мне это не так нравится. У Samsung с цветом все в порядке. С резкостью также все замечательно. И что касается размытия фона, мне кажется, что у iPhone оно сильнее. У меня как-то волос особо нет, поэтому контур отрисовался вполне себе хорошо. А вот у Samsung чуть-чуть вокруг уха у меня получился какой-то непонятный артефакт. Но в целом, я думаю, что этим можно пренебречь. В заключении я думал, что скажу, какой из смартфонов мне понравился больше, какой-то меньше и какой-то мне показался аутсайдером. Но, как вы, я думаю, понимаете сами, какого-то действительно лидера нет. У кого-то дела лучше с цветом, у кого-то с резкостью. Кто-то лучше там размывает фон, лучше захватывает объект, который вы снимаете. То есть, в принципе, все три смартфона действительно классными, ими можно пользоваться для съемок. Ну, моменты, касающиеся с цветом, но, опять же, если вы профессионально занимаетесь, более-менее профессионально занимаетесь фотографией, вы берете себе один из этих смартфонов для того, чтобы с ним работать, то, скорее всего, я думаю, вам знакомы программы, которые позволяют улучшить картинку после того, как вы ее сняли. Поэтому, ну, к цвету мы здесь придираться не будем. Для меня, на самом деле, очень классной возможностью стало то, что мы можем увеличивать, очень сильно увеличивать картинку, да, использовать оптический зум и 10-кратный, там, и 50-кратный, и даже 100-кратный. Ну, про 100-кратный вы помните, да, что картинка перестает быть похожей на фотографию, а скорее становится нарисованной картинкой. Но все же такая возможность классная, она, ну, может позволить вам сделать какие-то интересные, необычные, нестандартные кадры. Ну, и как мы выяснили сегодня по картинкам, разрешение 108 мегапикселей, 12 мегапикселей, ну, разница есть, но она не такая колоссальная, как может показаться просто по цифрам. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, бейте в колокольчик. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok